Команда состоит из медицинского работника, социального работника и волонтера. Последние одеты в плащи красного цвета и приглашают каждого прохожего в микроавтолус, который остановился у центрального входа. Многие не понимают, куда и к чему их призывают, а потому относятся с подозрением. А это специальный мобильный пункт для сдачи экспресс-теста на ВИЧ. Чтобы привлечь к акции максимум населения, команда работает в местах массового скопления людей. Ваши результаты отрицательны. Мамадышцы смогли за две минуты узнать, есть ли в организме вирус, разрушающий иммунную систему. Тест проводят при помощи специального устройства. Это экспресс-тесты. Нужна капля крови только. И через 2-3 минуты уже результат видно. Если полоска одна, контрольная полоска, это уже отрицательно. А если две, это уже положительно. Автономная некоммерческая благотворительная организация «Новый век» в 2020 году стала победителем конкурса фонда президентских грантов с проектом федерального уровня «Тест для победы». В его рамках они помогают населению в кратчайшие сроки выявить ВИЧ-статус, задействовав три мобильных теста в девяти регионах. Так или иначе, все равно постоянно идет рост, постоянно идет выявление. В год в среднем 1-2 человека мы новых выявляем. На сегодняшний день у нас в Молдовском районе стоит 19 человек на учете. С ВИЧ-инфекцией наблюдаются, лечатся. По предварительным данным, тестирование на ВИЧ-инфекцию должны пройти 15 тысяч человек. Экспресс-тесты в крупные города привозятся в больших объемах, но для такого города, как, например, Мумадыш, их количество составляет 90. Но желающих узнать свой ВИЧ-статус еще меньше – около 60 человек. Если экспресс-анализ показал положительный результат, соответствующий материал, то есть кровь, направляется на повторное исследование. Вообще бывает, что выявляете, тогда мы человека направляем в лечебно-профилактическое учреждение. Конечно же, он повторно сдает кровь в спеццентре, и уже, если какие-то трудности возникают, мы ему помогаем в дальнейшем. Потому что с ВИЧ-инфекцией, если человек принимает антиретровирусную терапию, то человек может жить полноценной жизнью, создавать семьи, воспитывать здоровых детей и умеет быть счастливым. В рамках проекта будет осуществлено не менее 540 выездов мультидисциплинарной команды по заранее разработанным и согласованным маршрутам места локации населения. О следующей дате приезда тест-мобиля в Мумадыш можно узнать на официальном сайте «Тест для победы». Кристина Соборова, Гулина Гельмулина, Фаэль Шейхудинов, Рамзеля Багаудинова. Новости Татарстана.